Самые острые и важные темы российской международной политики и экономики обсуждались на встрече президента России Владимира Путина с активистами Межрегионального форума Общероссийского народного фронта, которая прошла в Ставрополе. Как сохранить достойный уровень жизни людей, как избавить экономику от воровства чиновников, о нашей истории и ее лидерах, которые принимали неоднозначные решения. Вот почему, по словам Путина, нужно по-другому взглянуть на те идеи, которые сформулировал тогдашний руководитель советского государства Владимир Ильич Ленин. Именно в тот период была заложена мина под здание нашей государственности. Я имел в виду дискуссию между Сталином и Лениным по поводу того, как строить новое государство, Советский Союз. Если вы историк, вы должны знать, что Сталин тогда сформулировал идею автономизации будущего Советского Союза. И в соответствии с этой идеей все остальные субъекты будущего государства должны были войти в СССР на основе автономии, с широкими полномочиями. Ленин раскритиковал позицию Сталина и сказал, что это была несвоевременная, неправильная идея. И более того, он продвинул идею вхождения всех будущих субъектов этого государства, рождающих Советского Союза. Тогда было четыре субъекта – Россия, Украина, Белоруссия и, кстати говоря, Юг России, Северо-Кавказская Федерация, как она там называлась, вы лучше меня знаете. Так вот, он, Ленин, выступил за то, чтобы государство, Советский Союз образовался на основе, как он говорил, я могу ошибиться, Ну, идея, понятно, полного равноправия с правом выхода из Советского Союза. И вот это и есть мина замедленного действия под здание нашей государственности. Президент обратил внимание участников форума Общероссийского народного фронта и на то, что границы этносов в унитарном государстве определяли совершенно произвольно и необоснованно. Ну, вот Украину, допустим, Донбасс передали. Под каким предлогом? Повышение процентов пролетариата на Украине для того, чтобы иметь там большую социальную поддержку. Ну, бред какой-то, понимаете? И это не единственный пример. И других много. По словам Владимира Путина, цитата, Конец цитаты.